Здравствуйте друзья! Проведя сравнение двух USB координаторов от Санов ZB Dongle E на EFR32MG21 с ZB Dongle P на CC2652P, я вспомнил, что некоторое время назад ко мне приехал еще один стик, до которого я пока не добрался. Пользуясь тем, что у меня все было готово к тестированию, я решил дополнить это сравнение еще одним участником. Тем более, что этот стик легко найти и заказать, несколько ссылок я оставлю в описании. Кроме этого, он примерно в два раза дешевле аналогов от Санов. Если вам интересна тема умного дома, прошу подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео, тогда его сможет найти больше людей. Тип устройства USB ZigB координатор. Модель ZBGV04. Производитель EasyIut. ZigBi модуль EFR32MG21. USB Bridge CH340E. Прошивка EZSP V8 уже установлена. Выходная мощность 20dbm. Порт подключения USB-A. Приехало устройство в обычном антистатическом пакетике, кроме самого координатора в комплекте ничего нет. Эта версия в полупрозрачном пластиковом корпусе. Также встречаются варианты без корпусов. Первое, что бросается в глаза, это отсутствие внешней антенны, даже разъема под нее. Вспомним координатор ZBDON GLUE на том же чипе, и там она есть. Если вы не видели обзор сравнения, ссылку я оставлю в описании. Влияет ли это на работу устройство, скоро узнаем. Корпус разбирается легко, ни клея, ни винтов тут нет. Но вот извлечь сам стик не очень просто, так как он установлен очень туго, есть опасность его сломать. С другой стороны, в этом нет особенной необходимости, так как координатор сразу готов к работе. Как я уже сказал, за ZigBee часть тут отвечает модуль EFR32MG21, а в качестве моста USB to Serial используется CH340E. Есть еще один момент, кнопки Boot и Reset. Следует обращать внимание на их наличие, потому что существуют модели подобных стиков, где они не распаяны, что создаст трудности при необходимости прошивки. Задняя сторона координатора. Можно отметить тот факт, что все выводы тут аккуратно подписаны. Полагаю, что это будет удобно в случае каких-то экспериментов с устройством. Теперь перейдем к подключению. Тестовая платформа та же, что и для стиков Sonoff B-Link GK-Mini. Да и все остальные параметры тестирования тоже аналогичны. Я установил координатор USB-порт, никаких дополнительных действий с ним не делал. Тот же Proxmox и образ Home Assistant OS с MQTT и установлены но не настроенным zigbitum QTT. В этом варианте USB-порт нужно пробросить в контейнер, но если вы используете базовую инсталляцию или установку Supervisor, порт будет доступен автоматически. Напомню, что стик Sonoff на EFR32MG21 определялся на порту TTI ACM0, а вот герой обзора определился на TTI USB-0, как забедон глупе на CC2652P. Проверить это можно в меню оборудования в Home Assistant. Я использовал тот же самый конфигурационный файл, что и в тестах Sonoff, только поменял порт. Для координаторов на этом чипе, напомню, нужно указывать его тип вручную. Zigbitum QTT запустился совершенно нормально, без ошибок. В меню о программе можно увидеть версию прошивки EZSP V8. С подключением тоже проблем не было, тут тот же набор устройств. Две розетки от роутера, я их подключил первыми, и четыре конечных устройства. Датчик движения от Sonoff, в отличие от подключения на забодон гле, нормально завершил интервью. Карта сети нарисовалась вот такая. Одна розетка решила подключиться через другую, через нее же в сеть залетел датчик вибрации. Остальные предпочли прямое соединение с координатором. Что касается уровня сигнала, по моим наблюдениям, он большую часть времени находился в пределах 200 единиц, от 180 до 245. Что примерно вдвое выше, чем у стика Sonoff на базе CC2652P. Если говорить о ZB Dongle E на том же чипе, то примерно так же. Какой-то критической зависимости от внешней антенны я не заметил. Кстати, фабричные ZigBee шлюзы тоже обходятся внутренней антенной. В качестве эксперимента я на два часа физически выключил стик, хотел посмотреть вернуться ли устройство обратно в сеть. Все, кроме датчика движения Sonoff, без проблем заработали как ни в чем не бывало, а его пришлось переподключать. После чего он заработал нормально. На стике ZB Dongle E этот датчик упорно не мог пройти процесс интервью, хотя работал тоже как ожидалось. Также я проверил момент с запуском подключения. При выборе пункта все, что дает устройству свободу выбора куда подключаться, проблем нет. Если попробовать указать принудительно координатор или какой-то из роутеров, тут тоже появляются ошибки, как и у Sonoff ZB Dongle E. Подозреваю, что это какая-то проблема связанная с работой ZigBee TomQTT и координаторов EZSP. За время тестирования я никаких проблем в работе героя обзора, за исключением момента с принудительным подключением на выбранный узел, не обнаружил. Существенной разницы с использованием Sonoff ZB Dongle E на том же чипе, несмотря на наличие внешней антенны у него, тоже не заметил. Поэтому я указал в названии этого видео, дешевый не значит плохой. Этот координатор вполне достойный кандидат на покупку. Еще раз повторю, если у вас все работает хорошо, устройство быстро реагируют, не отваливаются от сети, то необходимости в замене координатора нет. Можно установить его дополнительно к вашему, тогда у вас будет как возможность расширения сети, так и переноса отдельно взятых устройств с целью анализа, улучшилась или стала хуже их работа. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Большое спасибо всем спонсорам канала, подписчикам на патреон и buymecoffee, вы делаете большой вклад в развитие моего канала. В описании под видео вы найдете все необходимые ссылки, на устройства показанные в обзоре команды, а также на ресурсы по тематике умного дома, в частности мой телеграм канал. Спасибо за просмотр, до новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok